В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби состоялось очередное заседание ученого совета. На собрании была обсуждена программа трансформации казну имени Аль-Фараби в исследовательский университет на 2022-2023 учебные годы и предложены конкретные меры по ее реализации. Открывая заседание, Жан-Сюй Тимебаев подчеркнул важность стоящих перед коллективом стратегических задач по реализации программы трансформации в исследовательский университет. Полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Необходимо сосредоточиться на решении первостепенных задач и актуализировать перспективные цели. Декан факультета информационных технологий Урмашев Байдаулет представил внимание участников ученого совета плана реализации стратегии развития факультета. В нем он акцентировал внимание на таких целях, как увеличение вклада университетской науки, социально-экономическое развитие страны, интеграции научной деятельности и образовательного процесса. Об основных направлениях и мероприятиях по реализации программы в период с 2022-2023 годы доложила декан факультета медицины и здравоохранения Жанна Калматаева. О планах развития факультетов университета на предстоящий учебный год рассказали также деканы факультетов университета. Участники ученого совета активно поучаствовали в обсуждении докладов и внесли ценные предложения по реализации программы трансформации казну имени Аль-Фараби в исследовательский университет на 2022-2023 учебный год. Председатель правления, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Женс Ютимебаев провел встречу с делегацией компании ZTE Corporation во главе с генеральным директором по развитию бизнеса ZTE в странах СНГ ВЭВЭ. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в области цифровой трансформации и выразили стремление проработать направление по вопросам внедрения и развития инновационных технологий. Приветствуя почетных гостей в стенах высшего учебного заведения, руководитель университета Женс Ютимебаев рассказал о плодотворном сотрудничестве казну с известными мировыми компаниями. В университете успешно функционируют сертификационные центры, институты, академии высокотехнологичных компаний, таких как Samsung, Microsoft, Huawei, лаборатория Касперского и другие. В этой связи с данными ведущими компаниями были проведены ряд мероприятий, которые положительно воздействовали развитию образования и повышению квалификации ППС. Примеры с 2015 года по заказу Samsung Electronics по настоящее время были разработаны и внедрены курсы преподавателями казной, такие как разработка мобильных приложений, технологии интернет-вещей, машинное обучение. Кроме того, нашими сотрудниками и студентами разработаны и запущены проекты по смарт-технологиям, робототехнике, искусственному интеллекту и учебным лабораторным стендам. Кроме того, Женс Ютимебаев отметил, что заинтересован в реализации различных образовательных программ и научно-инновационных проектов, а также готов поддержать все инициативы, направленные на плодотворное сотрудничество в области цифровой трансформации. В свою очередь, генеральный директор по развитию бизнеса ZTE в странах СНГ ВВ дал полную информацию о ZTE Corporation и озвучил свои предложения. ZTE, как вы говорили, что это один из лидеров мировой рынка по телекоммуникационной отрасли. Наша компания сейчас занимается бизнесом в 160 странах мира. И обслуживает более 25% населения мира. И наша компания работает с 70 тысяч человек, в том числе 30 тысяч занимаются научно-инвестиции и исследовательной работой. У нас компания работает с 11 оранжи-центром, которые находятся по всему миру. И наша компания в прошлом году достигнула очень хорошие финансовые показатели. Веручка нашей компании достигнула 19 миллиардов долларов. Веручка прибыли 1 миллиард долларов. Это по сравнению с предыдущим годом 40%. В завершении встречи генеральный директор по развитию бизнеса ZTE в странах СНГ отметил, что взаимовыгодное сотрудничество станет важным шагом и выразил готовность к дальнейшей активизации работы по совместным проектам. В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби отметили 90-летие профессора, доктора филологических наук Султангали Садырбаева. В мероприятии приняли участие председатель правления ректор казной имени Аль-Фараби Женсио Тюмебаев, известные академики, профессора и потомки Султангали Садырбаева. В ходе собрания руководитель вуза Женсио Тюмебаев отметил, что Султангали Садырбаев внес огромный вклад в исследование исторических основ народного поэтического творчества. Также на встрече выступили известные общественные деятели, академики, ученики Султангали Садырбаева, которые поделились своими воспоминаниями. В ходе мероприятия состоялась презентация книги Султангали Садырбаев, изданной в казну в серии Гибра Тогомой. С официальным визитом ведущий университет страны посетили старший научный сотрудник Кавинджской лаборатории при Кембриджском университете доктор Ситхарт Саксена и выпускник казно, защитивший докторскую диссертацию в Кембриджском университете Чокан Лаумулин. Во время встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем двустороннем сотрудничестве, обсудили приоритетные направления партнерства в образовательной деятельности и реализации совместных научных исследований. Также были обсуждены вопросы организации сети научных лабораторий между университетами, которые будут проводить не только фундаментальные исследования, но и обеспечивать определенными услугами промышленность Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok